Сегодня в нашей программе. Нам нужна не просто доктрина, мы хотим пережить реальность Бога. Мы были призваны к реальным отношениям с нашим Богом. Божья цель и судьба для нас, не только читать в Библии о том, что Он сделал для других людей. Бог желает привести всех нас к такому же переживанию сверхъестественного, Божьего присутствия в нашей жизни сегодня. Равин Шнайдер – это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Спасибо, что присоединились к нам сегодня. Мы вам очень рады. Мы верим, что Бог сотворит сегодня для вас что-то замечательное. Мы верим, что сегодня у Бога есть для вас Слово. Божьих благословений и шалом вам, возлюбленные. Меня зовут Равин Кёрт Шнайдер. Добро пожаловать на особый выпуск программы «Узнавая еврейского Иисуса». Мы продолжаем серию учений «Божие сверхъестественное пребывание». Второй сезон. На прошлой неделе я говорил об опыте Божьего сверхъестественного пребывания, о жизни в Божьем Духе, шалома в Его мире. Иисус, как мы читаем в Евангелии от Иоанна 20 главе, дунул на учеников и сказал «Мой мир, мой шалом», что значит «целостность, исцеление и полнота». Так вот, я даю вам свой сверхъестественный шалом. Примите Руаха Кадеш. Примите Духа Святого. Нам нужно принять во внимание тот факт, что когда Иисус дунул на учеников, передал им Святого Духа, то слово, соединившее этот опыт, было слово «шалом». Еврейское слово «шалом». Заметьте, что это слово выражает эмоции. Если вы, например, находитесь в комнате, где шумит ребенок, вы говорите ему очень просто. Вы говорите ему «давай потише» или просто «ш». С этой же буквы начинается слово «шалом». Это внешнее выражение чувств со звука «ш», от которого все замирает. Успокойся. «Шалом» — это сверхъестественное внешнее дуновение Божьего Духа, которое Он передает Своим детям для того, чтобы принести мир и порядок в жизнь. Послушайте меня сегодня. Бог желает укрепить нас в Своем шаломе. Он укрепляет нас в Своем мире. И в этот момент ясность приходит в наши мысли, а силы тьмы брошены нам под ноги. Это реальный опыт. Это прогрессивный опыт. Если мы стремимся за Иисусом, то такое происходит с вами сегодня, прямо сейчас. Вы можете не чувствовать это, не видеть этого, но вы можете сказать «Я принимаю шалом». Если вы оглянетесь на свою жизнь год назад, два года назад, если вы следовали за Иисусом, то непременно заметите, что вы более глубокий человек, у вас больше мудрости, ваша жизнь более стабильна, чем год назад, много лет назад. И причина этого — благодаря вашему следованию за Иисусом, Бог утверждает вас в Своем мире шаломе. Когда мы говорим «шалом», что переводится как «мир», этот мир — не отсутствие конфликтов извне. Мы говорим о внутреннем мире, внутреннем шаломе. Это охрана души, разума. Это проистекает из сверхъестественного Духа Святого, который живет в нас, который сам есть мир. Еврейское слово «шалом» означает полноту, целостность и достаток. Когда Иисус дует на нас шалом, Он делает нас цельными, целостными. Писание говорит «вы имеете полноту в Нем». Для того, чтобы войти в такой шалом или полноту, послушайте, нам нужно практиковать пребывание в Его мире. Иисус сказал «прибудьте во Мне». Хотя Он пребывает в нас, нам нужно выбирать пребывание в Нем. Иисус сказал «прибывающий во Мне приносит плод». Как мы это делаем? Мы делаем это возлюбленное через осознание Бога и через самосознание. Так много людей не имеют Божьего осознания. И они не имеют самосознания. Когда я говорю «Божие осознание», я имею в виду, что мы концентрируемся на Господе. У людей зачастую отсутствует самосознание. Они, к примеру, нервничают. Из-за нервозности они говорят сотню слов в молитвах. Они не осознают своего поведения. Люди, осознающие Бога и Святого Духа в своей жизни, осознают себя. И делают они это благодаря тому, что ощущают Духа. Они осознают факт, что когда тревоги или страх начинают уносить их, они проявляют нервозность через язык тела или нервно говорят, или нервно смеются. В таких случаях они ведут себя не потому что смешно, а потому что они нервничают. Что нам нужно делать, чтобы пребывать в мире? Нам нужно осознавать себя. И когда мы начинаем вести себя нервно из-за тревоги или страха, когда нас заполняет Дух, не Божий Дух, это не Дух Мира, нам нужно осознавать все это и направить всю свою энергию в то, чтобы пребывать в Иисусе. Например, во время разговора я ощущаю тревогу или нервозность по какой-то причине, по поводу данного разговора или отношений. Я должен убедиться, куда направлена моя энергия, что я не веду себя опосредственно, основываясь на страхе, неуверенности, тревоге или самозащите. Я осознаю все это, а затем осознанно возвращаю себя в пребывание шалома Иисуса. Библия говорит, что через практику праведности мы тренируем свои чувства, духовные чувства. Поэтому испытывать Божие пребывание частично означает практиковать свои чувства, чтобы мы действовали таким образом, что выходя из Божьего шалома, из Его мира, из места пребывания Святого Духа, мы имели такое самосознание, которое помогло бы нам вернуть себя к пребыванию в Нем. Другими словами, я испытываю себя. Я ничего не скажу, потому что если скажу, это не выйдет из шалома, из Божьего Духа. Что-то другое будет управлять Мною. Мир так важен, потому что, как я сказал в прошлой передаче, мир является основанием власти. Мир — основание власти. Нервозная энергия может иметь напряжение, но не иметь власти. Истинная власть укоренена в мире. Мы можем научиться истинной духовной власти, научившись пребывать в Иисусе. А чтобы пребывать в Иисусе, мы должны обладать развлечением, необходимым для пребывания в Его мире. А теперь я хотел бы помолиться за вас, чтобы вы прорвались через свой разум, через свое сердце, и приняли то, что я хочу донести до вас, потому что наш Небесный Отец делится с нами своим миром. Он желает вкладывать в наше сознание свое божественное сознание. Если вы будете принимать его, тогда вы будете укореняться в нем. Вы будете укореняться в Божьем мире, который так необходим всем нам. Отец, я молюсь сейчас, чтобы ты заполнил разум людей, их сердца, своей истиной и любовью. Я желаю, чтобы шалом твой пребывал и превалировал в жизни твоих детей. Ты делишься своим шаломом, и народ твой становится более осознанным. Мы хотим пребывать в твоем Святом Духе, который пребывает в Иисусе. Аллилуйя. Мы скоро вернемся. Я надеюсь, вы так же рады этой серии учений, как и я. Я чувствую, как сказал псалмист, но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Другими словами, он говорит, что пока я не уверую, что могу пережить Бога на земле. Я не стал бы жить, я бы не имел надежды. И в моей жизни так же. Я ощущаю то же самое. Вот почему я хочу жить дальше, чтобы пережить встречу с Богом. Я надеюсь, что эта серия учений принесла вам помощь. Хочу, чтобы вы знали, мне нужна ваша помощь. Я не только нуждаюсь в вашей помощи, Бог устроил так свое царство, что Евангелие будет распространяться Его народом. Эти принципы начинаются со Скиния, когда Бог повелел Моисею собрать приношения на строительство храма. То же самое касается наших дней. Павел сказал, «Разве не должны мы, проповедующие Евангелие, собирать средства с тех, кто получает обетование». Я хочу попросить вас, возлюбленные, если вы верите, что Бог действует через это служение, если вы верите, что учение настоящее, если я помогаю вам, то вы помогаете нам достичь мир для Иисуса. Хочу, чтобы вы знали, что за каждую душу, которая прикоснулась наше служение, вы получите награду на небесах. Те, кто поддерживает нас, благословит вас Бог. Шалом. Вернемся к нашей программе. Есть нечто, тесно связанное с этим миром, возлюбленные. Это духовный принцип субботства, шаббат. Я никого не ставлю под закон, никто из нас не находится под законом. Иисус освободил нас из-под закона. Но давайте не будем, возлюбленные, лишать себя полезного при этом. Я не говорю об исполнении буквы закона. Я подхожу к этому вопросу духом. Каков духовный принцип в вопросе субботства? А вы знаете, что субботний покой пришел до появления закона? Субботство — это принцип создания. Я говорю не о ночи заката, а от рассвета в пятницу. Я не говорю о конкретном дне. Я говорю о принципе отдыха. Потому что субботство и отдых связаны с миром. Субботство, шаббат — это прежде всего не закон, это принцип творения. Этот принцип можно найти в первых двух главах Писания. Бог сотворил мир за шесть дней. А затем на седьмой день Он покоился и осветил его. Поэтому, говоря о субботстве или шаббате, мы говорим не о законе. Мы говорим о принципе творения. Позвольте мне прочитать из книги «Бытия» на иврите. Эта книга Брешит, вторая глава, стихи с первого по третий. Тут сказано «Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал. И почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и осветил его. Ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Мы видим здесь, что Бог, который не нуждается в отдыхе, потому что у Него неограниченная энергия, на седьмой день избрал покой от дел творения. Отсоединиться от творения и успокоиться от дел. Он сотворил и вас, и меня по своему образу. Ведь так человек сотворен по его образу. Если сам Он творил шесть дней, а на седьмой успокоился, не думаете ли вы, сотворенные по его образу, я должен спросить, а что это значит для меня? Есть ли здесь духовное применение для меня? Я не говорю о том, чтобы встать под закон. Я смотрю на духовную сторону. Есть ли в этом духовный принцип для нас? Знаете ли вы, что Иисус сказал в Евангелии от Марка 2 главе? «Суббота была создана для человека». Позвольте сказать это еще раз. Евангелие от Марка, глава 2. Иисус сказал, «Не человек был создан для субботы, но суббота была создана, подарена, стала благословением для человека». Бог подарил субботний покой, шаббат, человеку, как подарок. Знаете ли вы, что в первые слова «святой» появляется в связи с субботним покоем? Это написано в Бытии, во второй главе. Бог сотворил весь мир за шесть дней, на седьмой успокоился от дел своих «услышьте меня». Благословил этот день, и в английском варианте сказано «осветил». Это слово происходит от еврейского слова «кадош», что значит «святой». Это очень важно, возлюбленные, уделяйте время в своей жизни для отдыха, отсоединяться от своих дел, просто существовать. Потому что мы прежде всего отдельные человеческие существа, не человеческие делатели. Хотя сегодня каждый из нас постоянно вертится в делах, что является признаком последних дней. В Библии сказано об этом, что люди постоянно находятся в движении, переезжают с места на место. Все будет в постоянном потоке. Но нам нужно вернуться назад, уделять время покою, проводить шаббат, успокаиваться перед Господом, чтобы получить от Него и быть способным отдавать. Мы говорим о переживании Божественного, сверхъестественного мира. И я хочу сказать, что одной из практик, одной из дисциплин в нашей жизни, для того, чтобы жить в Божьем, сверхъестественном покое, мы должны иметь периоды времени шаббата. Я говорю не о законе, я говорю о принципе. Например, я ободряю каждого верующего применять принцип субботства, шаббата, так. Проводить время с Богом. Самое первое. Что вы делаете, проснувшись? Вы проводите время с Господом. Не делать что-то для Него, а покоиться перед Ним. Получать от Него. Не смотрите в свой телефон. Вы можете прочитать сообщения в другое время. Это так важно. Не бегите к телефону, не включайте телевизор, сядьте. Начните день с того, что вы проведете час, полчаса, сколько угодно времени в покое. В шаббате, перед Господом. Бог укрепит вас, сделает вас более сильным во время этого процесса. Я рекомендую включить духовную музыку. Мне нравится музыка Международного Дома Поклонения. Поклонение любого вида, которое напрямую хвалит Бога. Читайте в это время Писание, читайте Дневник, проводите так время. Начинайте день с того, что оставите свои дела, дабы получить, а когда вы получите, вы все будете делать осознанно. Я считаю это очень важным. По сути, Бог сказал нам через Исайю, что когда мы практикуем этот принцип, то поднимаемся на вершины земли. Зачастую вы закончите больше, с меньшими усилиями. Например, мы читаем об этом, когда израилетяне были в пустыне. Бог посылал манну на землю шесть дней. И Бог сказал, не пытайтесь сохранять манну на следующий день. Не запасайтесь манной. Вот что будет, если вы соберете слишком много. Она пропадет. Они собирали манну в понедельник, если пытались сохранить ее до вторника, то во вторник манна была гнилой. Как зерно гниет, когда остается на солнце. Затем Господь сказал на шестой день, соберите в два раза больше манны, потому что на следующий день не будет манны на земле. Завтра день покоя, вы не должны работать. Сверхъестественно. Бог благословил манну на шестой день, чтобы она хранилась на седьмой день, не сгнивая. Для некоторых людей трудно остановиться и пребывать в Божьем покое. Они говорят, что у них слишком много работы. Но я говорю, возлюбленные, о том, что Бог сверхъестественно благословит вашу жизнь. Когда вы уделите время, чтобы побыть с Ним, потому что любите Его, хотите пережить Его лично, Он благословит то, что вы сделали, для того, чтобы вы закончили больше. Посмотрите на Марфу и Марию. Вспомните их историю. Иисус пришел к ним. Марфа была так взволнована Его приходом, она готовила еду. Как замечательно. Кто бы отказался послужить Иисусу, приготовив еду для Него. Но Мария, сестра Марфы, просто сидела у ног Иисуса и, слушая Его, ничего не делала. А Марфа расстроилась, потому что Мария не помогала ей. Она стала жаловаться Иисусу. Иисус ответил ей, послушай, Марфа, ты беспокоишься о многом. Но Мария избрала самое важное — сидеть и получать. Иисус продолжил. Это никогда от нее не отнимется. Если вы хотите пережить Бога в своей жизни, Его сверхъестественное пребывание, то, возлюбленные, вам надо практиковать дисциплину, покоиться перед Господом, отдавать Ему свое внимание, отрезать все дела, просто проводить время с Богом. Я обнаружил, что самое большое пространство в жизни, самое великое место в ней — это позволить Богу укрепить нас через проведенное время с Ним, концентрироваться на Нем, отрезать весь мир от Себя. Я понял, что Бог начинает говорить нам таким образом, что наша идентификация в Нем укрепляется. Мы ищем идентичность в мире, в работе, в одежде, во внешности, в материальных вещах, много в чем. Но есть идентичность, которую Бог желает дать вам и мне, которая намного выше любой идентичности мира. Она заключена в знании, что Он любит вас, а вы — Его дочь или сын. Я продолжу эту тему на следующей неделе, но хочу оставить вас с такой мыслью. Прежде чем Иисус начал свое служение, прежде чем сотворить чудеса, Он вышел из реки Иордан, где Иоанн Креститель крестил Его, и Дух Божий сошел на Иисуса. А Святой Дух проговорил с небес и сказал Иисусу, «Ты — Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Бог Отец желает, чтобы мы услышали эти слова в своей жизни. Он хочет, чтобы вы знали, что любимы им, и Он доволен вами. Это решающий момент относительно жизни в божественном, сверхъестественном пребывании и благословении. Мы должны знать, кто мы в нем. Поэтому нам надо выйти из мира, проводить все время в покое перед Ним, чтобы Он укрепил нашу идентичность. Возлюбленные, у Бога есть так много для вас и для меня, Он бесконечен. Он настолько славен, настолько прекрасен, настолько драгоценен. Он бесценен, по сути. И Он хочет привести нас к познанию Его славы, к познанию Его пребывания. Но мы должны оценить это, чтобы Он сделал то, что желает для нас. Предоставьте Ему первое место. Завершая программу, хочу спросить вас, хотите ли вы поставить Бога на первое место в своей жизни? Если да, возлюбленные, то Он благословит вас. Благословит, потому что Он награждает тех, кто упорно ищет Его. С вами был Равин Шнайдер. И я говорю, я люблю вас, Божиих благословений и шалом. Библия не говорит, что деньги — это зло, но говорит, что они могут стать корнем многих зол. Это значит, что наше отношение к деньгам может привести к злу. Часто мы относимся к ним как к источнику безопасности. Но когда мы считаем источником нашей безопасности деньги, а не Бога, то это производит зло в нашем сердце, потому что вы создали идол. И вот почему Иисус так много говорит о деньгах. Ему нужны наши сердца, и мы должны принять решение, кому мы будем доверять, и кто наш источник безопасности. Бог или деньги? Поставьте Бога на первое место. Давайте относиться к финансам так, как нас учит Библия. Пусть деньги будут нашим инструментом, а не господином. Шалом вам. И если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень, чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса. Заходите на наш сайт. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельство». Рави, пожалуйста, продолжайте петь благословения Аарона в конце своих передач. Это заставляет мой дух снова разжигаться. Я нахожусь дома, с трудом могу ходить, но переживаю возрождение и верю в восстановление. Спасибо Богу за передачу «Узнавая еврейского Иисуса» Шерон из Техаса. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня, и мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и ваши сердца. Будьте обильно благословенны. С самого начала человечество стремилось познать истинную природу реальности. Соединение с нашим Творцом Его сверхъестественной силой — это вершина человеческого существования. Пропитайте свою жизнь Его сверхъестественной силой. Ожидание и переживание сверхъестественного может стать обычной жизнью для вас. Именно так Бог хочет общаться с вами. В книге «Переживание сверхъестественного» Равин Шнайдер поможет вам открыть много способов того, как вы можете жить сверхъестественно. Закажите свой экземпляр этой книги прямо сейчас. Тысячу лет назад Бог сказал Моисею и Аарон, «Произносите это благословение на Мой народ, и тогда Мое имя будет на них». Бог Отец все еще жив. Если я произнесу те же слова в вашу жизнь, Он дарует вам Свое имя и продолжит по-новому благословлять вас. Принимайте благословение Бога Отца в вашу жизнь прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Возлюбленные дети Бога, я хочу, чтобы прямо сейчас вы приняли благословение Своего Отца. Да озарит вас Господь светом лица Своего и будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо Своё и да дарует вам свой мир, свой совершенный шалом. Многие из вас чувствуют сейчас нечто таинственное. Иисус стучится в двери вашего сердца. Он любит вас. Он хочет войти и жить в вас. Для этого вам лишь нужно сказать, «Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи. Я верю, что ты умер на кресте за меня. Поэтому я прошу тебя, войди в Мое сердце и поселись в Нем навсегда». Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, а теперь готовы следовать за Ним, то Он изменит вашу жизнь навсегда. Если вы приняли это решение, то я прошу вас, воспользуйтесь информацией, которая сейчас на ваших экранах. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса» как хотите и где хотите. Просматривайте на Фейсбуке еженедельные послания «Равина. Семена Откровения». Смотрите полные выпуски на Ютьюбе. Загружайте учения «Равина» через наше мобильное приложение. А также читайте особые письма от Синтии. В следующем выпуске программы «Еврейского Иисуса» Равин объяснит, что принцип субботы был задуман, чтобы приблизить нас к Богу. Не пропустите этот захватывающий выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok